Все обсуждают фото с обысков в особняке Евгения Пригожина. Оказалось, что глава ЧВК Вагнер играет на рояле, а многочисленные награды носит прямо на пиджаке за неимением кителя. Однако самым интересным экспонатом стала коллекция париков Пригожина. Вскоре в прокремлевских телеграм-каналах появились и фото самого Пригожина в разных образах. Якобы в своих африканских и ближневосточных командировках глава вагнеровцев примерял образы сотрудника Минобороны в Судане, помощника дипломата из Абудаби, старшего лейтенанта из Бенгази и так далее. Зрелище это, довольно, признаться, комичное, тут же породило кучу мемов. Привет, это кто? Это Пригожин, Женя. О, блядь, а мы и не думали. Кто-то вспомнил теорию о двойниках Путина и провел аналогию. Среди двойников Пригожина, Говорун, Неформал, Политрук и Аладдин. И еще о двойниках. Новую жизнь получила история, когда на выборы в Петербурге вместе с оппозиционным депутатом Борисом Вишневским выдвинулись его псевдотезки. Были и отсылки к кинематографу. Чаще всего мемоделы вспоминали фильм Саши Барона Коэна «Диктатор». Ну, эта ассоциация, безусловно, напрашивается. Предлагали Пригожину изменить Джеймса МакЭвоя в фильме «Сплит» о маньяке с множественными расстройствами личности. Кому-то Пригожин напомнил Боба Динкерка из сериала «Лучше звоните Солу». Не обошлось и без Иосифа Пригожина, уже и так нахлебавшегося от своей фамилии. В команде по спасению боеприпасов ему отвели роль парня, который умрет первым. Ну и как же без Шойгу? Значение вот этого мема мы объяснять не будем. Кто понял, тот понял. Впрочем, веселье омрачают другие находки в особняке Пригожина. Помимо декоративной кувалды, на случай важных переговоров, там обнаружили фото в рамочке, а на нем отрезанные головы сирийцев. Все же не стоит забывать, что Пригожина и его ЧВК занимаются не костюмированными вечеринками, а убийствами. Об их преступлениях в Африке и на Ближнем Востоке мы поговорим с журналистом, главным редактором издания. Продолжение следует Павлом Конегином. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Вот то, что нашли в особняке Пригожина, особенно, конечно, ужасно. Вот эта фотография с отрезанными головами, потому что мы даже не можем настолько ужасно, что мы ее даже заблёриной не будем показывать. Но это свидетельство чего? Он же не сам эти головы отрезал, сфотографировал и в рамочку поместил. Ну, я думаю, вы догадываетесь, что этот человек очень жестокий, и про него ходят множества легенд, которые частично подтверждаются, а частично остаются слухами, что жестокость его, в общем, не знает границ. Например, в Петербурге люди, петербуржцы, пересказывают такую историю, что однажды к его самому кораблю, на котором он сделал ресторан, в котором обедали и ужинали Владимир Путин и Джордж Буш, Владимир Путин и Жак Ширак и другие лидеры. Так вот, случайно к этому кораблю, к этому плавучему ресторану, случайно зашел туда один из туристов из Челябинска, перепутав этот, собственно, плавучий ресторан с прогулочным трамвайчиком. И человек, очень похожий на Евгения Пригозина, был настолько сильно зол, что измолотил этого туриста в бейсбольный бит и выкинул его в Неву. Ну, в общем, в Петербурге журналисты знают эту историю, но родственники молчат, боятся рассказывать. Это было сколько-то лет назад. Мы знаем случаи в Центральной Африканской Республике, мы знаем случаи отравления и покушения на общественных деятелей, активистов, правозащитников, в конце концов, муж Любови Соболь. Все эти случаи, о чем-то же нам говорят, правильно, да? Они говорят о том, что человек, в общем-то, не останавливается перед средствами в достижении своих каких-то целей. И жестокость для него, это, в общем, в какой-то смысле тоже инструмент, да? Инструмент запугивания. В общем, довольно эффективный в каких-то обстоятельствах, как в нашей стране в последнее время заведено. Поэтому, в общем, чего уделяться? Какое время такой менеджер? Но скажите, Павел, это может быть, условно говоря, какая-то фиксация какого-то выполненного задания в Сирии, например, которое ему прислали как подтверждение, но в рамочку повесил? Просто в теории я понимаю, что никто сейчас этого не докажет. Понятия не имею. Мы вот как не можем забраться в голову к Владимиру Путину, так, наверное, к Евгению Пригожину сложно, хотя понятны какие-то его реакции. Опять же скажу, что, повторюсь, та жестокость, которой действует ЧВК, в каком-то смысле это тоже инструмент, да? Это тоже террор. Террор может быть эффективным, к сожалению, если ему попустительствуют, как это делается сейчас в сегодняшней России. Ну а в принципе, что известно, какие факты, которыми вы могли бы проиллюстрировать его жестокость, что известно о жестокости Вагнера в Сирии? Новая газета, в которой я долгое время работал, расследовала истории о том, как сирийцу, ну это уже известный случай, взяли его в плен, перепутав с боевиком ИГИЛ, по-моему, вы в эфире тоже сейчас рассказали об этом, в результате ему кувалдой отбили руки, ноги, затем отрезали конечности, отрезали голову, подожгли и повесили. Мы знаем многочисленные случаи таких вот издевательств, после которых убивали людей и в Украине, отрезали гениталии, значит, там, демонстрируя все это на камеру, отрезали головы. Ну, как еще можно эту жестокость описать? Конечно, это все противно человеческой природе, но это ведь тоже делается с определенной целью. Это делается с определенной целью, это делается для того, чтобы запугать, дезориентировать, вселить панику, чтобы было страшно, да? Раз такое мы делаем на территории других государств, то представьте себе, что мы можем сделать с вами, внутри России. Но при всем при этом надо понимать, что сам Пригожин человек, ну, не сумасшедший, да? Там может быть всякое, всякие мысли, всякие подходы, но понимание цели, да, в том числе политическое у него есть. И вот он сейчас, вот что интересно, находится, как говорит Александр Лукашенко, в Петербурге, а не в Беларуси. То есть, получается, что напугал Путина, заставил его, значит, уступить в каком-то плане, дать амнистию себе и своим боевикам-главорезам под гарантией того, что он уйдет, как сказал Песков, в Беларусь и там останется. Но что мы видим сейчас? И вот бизнес-жет находится в Петербурге. Сам он, как говорит Лукашенко, находится в Петербурге. Ему возвращают деньги, ему с него снимают всякие обвинения, и при этом он, получается, не выполняет свою часть сделки. То есть, еще раз нагибает Кремль, еще раз нагибает вторую сторону этого соглашения, то есть, Владимира Путина. Получается, что этот человек у нас и является, в общем, главным шефом. Был поваром, а стал шефом. Уже и не поваром, да? Вот это интересно, понимаете? Вот это интересно. А то, что там кому-то головы, ну, это жестокость. Это жестокость. И, к сожалению, если у нас происходит вот такая замена, да, такая рокировка одного неадекватного управленца на другого, еще более жестокого, еще более расчетливого, ну, представьте себе, какое удивительное время нас ждет. А вот вы сказали про Петербург, да, это было заявление Лукашенко, но сегодня журналисты обнаружили, что Пригожинский джет, то есть самолет, нет доказательств, что он сам прилетел, например, в Ростовскую область. А как вы думаете, сам бы он мог там быть? И зачем, если он безнаказанный остается, если его никто не преследует, если его из страны, значит, в итоге так и не выселили в Беларусь, он может что-то продолжать в рамках действия ЧВК, опять собирать какие-то свои остатки или что-то в этом духе? Тут у него тоже, думаете, руки развязаны до сих пор? Я думаю, что он просто продолжает жить, он продолжает по своим иммунитетам, наверняка у него есть много чего рассказать и показать, в случае, если его безопасность что-то будет угрожать. Представите, человек с такими знаниями, с такой вовлеченностью в российский политикум, если так можно его назвать, в российскую элиту, приближенную к Владимиру Путину, то, я думаю, он подстраховался. Я думаю, что просто так его сейчас вот как и ликвидировать, или просто устранить временно или каким-то еще образом, это довольно тяжело. Поэтому он просто наслаждается жизнью, он едет куда хочет и занимается чем хочет. Ему, видите, с одной стороны, его песочат в пропагандистских СМИ, с другой стороны, государство другой рукой отдает ему все то, что вроде бы как у него конфисковали деньги золотые, слизки и так далее, наличные в ящиках. Как это назвать? То есть государство испытывает в определенном степени какое-то дополярное расстройство. Но это от того, это тоже понятно почему, от того, что сделать ничего невозможно с ним, у него такой ресурс влияния, такая вот сейчас в моменте поддержка среди многих, да, недовольных россиян, недовольных ситуаций, недовольных войной, недовольных своей жизнью. Как они еще могут канализировать свой протест, если вот на горизонте только один человек, который формулирует, да, несогласие с политикой государства. Если бы был свободен на свободе Навальный или какой-то еще другой политик, который бы мог бы сформулировать это недовольство и к нему бы, да, на него были бы обращены взгляды. Но, к сожалению, к огромному сожалению, сейчас они обращены напрягожно. И это очень плохо на самом деле, да, потому что это ведет нашу страну к обрыву, она и так там уже, да, летит. Поэтому, в общем, ничего хорошего пока не просматривается во всей этой истории. Да, мы показывали сегодня то, что нашли у него при обыске, в том числе вот эти парики. Потом были в пропагандистских каналах парики уже пригожены в готовых образах. Это выглядит так комично, но мне хочется хоть какого-то специалиста узнать. Я понимаю, что это не то, чтобы сильно серьезный вопрос, но хочется все равно спросить, он правда так маскировался? Это вообще в его стиле? Он так ходил? И вот действительно так выглядел? Это не фейк? Понятно. Ну, слушайте, я не знаю. Может быть, все что угодно. Если мы будем залезать к каждому политику, копаться в его личном архиве, в личных вещах, в белье, мы можем много чего найти. Люди небезгрешные, в общем, парики или что-то еще, игрушки, это все личное дело каждому человеку. Они как-то характеризуют характер, да, характеризуют, но является ли это частной жизнью даже такого, даже такого мерзавца, как Пригожин, да, является. Можем ли мы этим пользоваться, если это стало достоянием общественности? Наверное, можем. Такой человек, эксцентричный, своеобразный, жестокий, очень жестокий, расчетливый, но при этом с такой вот изуминкой, экстравагантный. Делает ли его это и более человечным? Не знаю. Более, может быть, добавляет ли это жуть его в образу? Думаю, добавляет. При всем при этом надо понимать, что на какое-то время этот человек останется, да, еще вот, так скажем, в политическом, вот в этом поле, в этом пространстве медийном, да, и непонятно, как все дальше повернется, останется ли у него это влияние и авторитет среди людей, среди даже военных, как ответит Путин и элита. Короче, это многосерийный, такой, многосерийная постановка, в смысле сериал, поэтому посмотрим, как это все будет дальше разворачиваться. Надеюсь, люди не устанут от того, что у нас в новостях один пригожный день за днем. Ну, что есть, то есть, но еще интересно, конечно, посмотреть, нравится ли это все народу, может быть, действительно, такой, добавляет ему такой эксцентричности, я не знаю, как Остап Бендер, и начинает не жестокость его воспринимать действительно, как вот такого экстравагантного человека. Спасибо большое, Павел, что пришли к нам об этом поговорить. Главным редактором здания продолжение следует Павел Конегин был в эфире программы «Воздух», а я только еще посоветую нашим зрителям посмотреть на нашем канале на Ходорковский лайф есть психологический портрет Пригожина, который мы составили совместно с профессиональным психологом-профайлером. Не пропустите, если почему-то сделали это раньше. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк, так вы не только благодарите команду Ходорковский лайф, которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали, так мы станем ближе.